15 том книги открытым оком вопрос номер 2965 тема проповедь благовестия за счет кого идет пополнение общины и от кого лучше принимает свидетельство о христе от работающих или от пенсионеров отвечает игнатий тихонович лапкин статистики нет но есть разные случаи на работе больше возможностей встреч так что и перевес на ту сторону кавычки открыты выросла и жила без бога в блуде в невенчанном браке о боге даже мыслей не было в церковь не ходила 41 год появилось желание креститься и только и то только потому чтобы отпели когда умру задумано сделано лоб намочили помню иду с крещения в кавычках думаю ну что то же я должна чувствовать что-то должно во мне измениться ничего был грешник сухой стал мокрый утром причастие грехи свои на бумажку переписала батюшки отдала причастили прости меня господи за грех этот не ведала что делаю ушла из церкви и долго на два года пока в чечню не попал старший сын сергей и тут вдруг как черту какую и тут вдруг как черту какую переступила пришла вера в бога начала молиться поститься в церковь стала ходить прочитала книгу название уже и не помню о грехах ужас сковал все я пропала все я пропала меня отждет где спасение со священником поговорила сказал нужно хорошо исповедоваться а христе как о спасителе не слова хожу на исповедь а на душе тяжело нет чувства что грехи прощены хотя и исповедовалась искренне самую малость старалась из себя вытащить и об этом говорю со священником ответ опять тот же чаще исповедайся и причащайся великая милость божия в детский дом где работала в то время пришла оля нагаева внешний вид ее расположил к себе сразу как только увидела ее подумала верующая и как родник живой воды разговоры о боге оля рассказала о занятиях ездить некогда семья работа тяжелая время позднее сейчас то я понимаю откуда это в ноябре тысячи второго года попала на операцию оля принесла мне в больницу книгу к истинному православию игнатия тихоновича лапкина не читала глотала слово дала себе как только выздоровлю пойду на занятия и собиралась еще целый год на занятия пришла в ноябре 2003 года начала ходить иду на занятия а голова иду на занятия в голове вопрос какой-то и на занятиях же ответ получу как будто мысли мы и прочитали когда о христе как о спасителе своем услышала все перевернулось как же так все оказалось так просто господь за грехи мои умирал а я так долго ничего об этом не знала и любовь ко христу и чувство благодарности затопило сердце попросила разрешения прийти на службу храм разрешили когда еще храмы московской патриархии ходила очень не нравилось что порядка нет здесь тишина никто во время службы не ходит и не разговаривает а уж как проповедь игнатия тихоновича услышала господи благодарю тебя здесь мое место здесь написала заявление о том чтобы приняли меня в число оглаше оглашаемых крещению готовилась и молилась теперь уже сознательно о том чтобы господь позволил мне креститься чтобы не умереть не крещеной летом 2004 года 18 июля я крестилась в храме крестодвиженской общины города барнаула полным троекратным погружением и стала членом общины христианка я слабая хотя очень стараюсь читайте слово божие книги которые выходят но я знаю путь к спасению и богу моему иисусу христу каждый день молюсь и благодарю его за великую и незаслуженную мою милость за то что он нашел меня за то что привел в общину я с полной уверенностью могу сказать о себе что уверовала через проповедь и родилась в общине когда игнатий тихонович говорит о том что активных мало под лавку у ползли хочет под лавку у ползти хочется но также как и в первый раз когда пришла в общину знаю что место мое только здесь а вы об объединении с московской патриархией господи на все твоя воля помоги нам только не раствориться в них не сделаться такими же у меня много знакомых которые ходят в храмы московской патриархии и мне есть чем сравнивать люди ничего не слышат и не знают помоги нам господи сделай нас светом твоим 28 января 2006 года репина ольга васильевна терехина 43 47 19 книга пророка языкиля 16 глава 6 стих и проходил я мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в крови в кровях твоих псалом 61 стих 12 однажды сказал бог и дважды слышал я это что сила у бога ничего не выйдет из того что измыслил враг среди потемок он азарт подстроит на обгон с божьей помощью мы разгадаем тонко умыслы от вечного врага верующим ясны и досконально верующим ясны и досконально чтобы власть по зряшнему ругать и глядишь еще родится сталин не исполнится задумки супостата древняя афера единения во время вовремя отравится усатый вовремя сойдет с ума и ленин в протоколах сбудется не все бог подкорректирует падение газовое облако снесет библию талмудом не заменят ничего не сможет до конца и в конце христос разрушит планы дьявол есть всемирный полицай расплодил он комарилью кланы но господь всесильный иегова выжжет соломонов третий храм строилась не лжи но строилась на лжи и соломы а теперь пошел враг на таран все мамоны храму соломона может быть там пенсия моя потому и строится с наклоном три шестерки это их маяк в космосе в пустынном океане где ни дна не простенькой покрышки теплится земля под облаками может бог кого-то и не слышит ничего в конечном счете нам зря не навредит не помешает бог для нас спасение щит стена дал нам шлем поверх дырявой шапки 26 января 2006 года игнатий лапкин